Мотарды всегда были для экстремалов, которые постоянно испытывают нехватку адреналина. Эти мотоциклы оказывают плохое влияние на всех, потому что они играючи преодолевают любые дорожные условия и при этом доставляют огромное удовольствие райдерам, тем самым делая невозможным образцовое поведение на дороге. В сегодняшнем выпуске представлено десятка лучших новых Мотардов, которые можно купить в 2023 году. Начнем с самого доступного супермото для начинающих – Kawasaki KLX 230SM, который основан на Enduro KLX 230S. Мотоцикл оснащается одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения объемом 232 кубических сантиметра. Он выдает 19 лошадиных сил и 19 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 136 килограмм, бак емкостью 7,4 литра, высота по седлу 845 миллиметров. В Японии Мотардик оценивается в 572 тысячи йен, это примерно 4200 долларов. В США этот мотоцикл стоит уже 5300 долларов. На девятом месте снова модель от Kawasaki KLX 300SM. Этот мотоцикл основан на Enduro KLX 300 и продается только в США по цене в 6300 долларов. Его сердцем является 292-кубовый одноцилиндровый двигатель уже с жидкостного охлаждения, который выдает 23 лошадиные силы и 21 ньютон-метр крутящего момента. В полном боевом состоянии мотоцикл весит 138 килограмм. Средний заявленный расход топлива 3,6 литра на 100 километров. Бак вмещает 7,6 литра. Высота по седлу 860 миллиметров. На восьмом месте легендарный Suzuki DRZ 400SM. Этот мотоцикл создан на основе Enduro DRZ 400S. Он оснащается 398-кубовым одноцилиндровым двигателем с жидкостного охлаждения, который выдает 40 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 5,5 секундой. Максимальная скорость 150 километров в час. Снаряженная масса мотоцикла 147 килограмм. Бак вмещает 10 литров топлива. Высота по седлу 890 миллиметров. Клиренс составляет 260 миллиметров. В Японии DRZ 400SM не продается. А в США, например, за него просят 7800 долларов. На седьмом месте электрический мотор ZERO FXE. Мощность его электродвигателя составляет 46 лошадиных сил и аж 106 ньютон-метров крутящего момента, что весьма внушительно при снаряженной массе в 135 килограмм. Разгон до 100 производитель не указал. Максимальная скорость 137 километров в час. Максимальный запас хода в городе составляет 165 километров. Однако по шоссе, где практически полностью отсутствует рекуперация, мотоцикл проедет только 65 километров. Полная зарядка блока аккумуляторов емкостью 7,2 киловатт-часа от обычной зарядки составляет 9 часов. С помощью зарядного устройства 4 часа. Цена на официальном сайте 13 тысяч долларов. На шестом месте ГАЗ-ГАЗ-СМ700. Кто не в курсе, КТМ, группа которой является владельцем КТМ и Хускварна, не так давно приобрела испанского производителя внедорожных мотоциклов ГАЗ-ГАЗ. Поэтому здесь угадывается мотоцикл КТМ 690 СМСР. Различие лишь в окраске и литых колесах вместо спецованных. Однако в будущем, по заявлению компании, мотоциклы ГАЗ-ГАЗ будут отличаться от блинецов КТМ и Хускварна. Характеристики нового Мотарда полностью идентичны прародителям. Их вы услышите у оригинальной модели. Цена ГАЗ-ГАЗ-СМ700 на официальном сайте не указана. В других источниках она составляет около 12 тысяч евро. На пятом месте, собственно, и сам КТМ 690 СМСР. Этот супер мото оснащается легендарным одноцилиндровым двигателем LC4 объемом 692 кубических сантиметра, который сочетает в себе мощное ускорение с плавностью хода. Он выдает 74 л.с. и 73 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещает 13,5 литров. Сухая масса мотоцикла 147 кг. Высота по седлу 892 мм. Дорожный просвет 237 мм. Минимальная цена на официальном сайте 13 тысяч евро. Так что, кто хочет сэкономить, то можно купить вышеупомянутый ГАЗ-ГАЗ-СМ700. На четвертом месте Husqvarna 701 SuperMoto, который также построен на платформе КТМ 690 SMC-R и имеет те же характеристики и чуть более дорогое оснащение. У себя на родине 701 SuperMoto стоит от 15700 евро. Субтитры создавал DimaTorzok На третьем месте Ducati HyperMotard 950, который является самым мощным супермото в этом топе. Его двухцилиндровый 937-кубовый двигатель Тестострета выдает 114 л.с. и 96 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 200 кг. Средний заявленный расход топлива 5,1 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Цена базовой версии составляет 14500 евро. Самая дорогая SP стоит 18,5 тысяч евро. Первое место по сути делит KTM 450 SMR и опять-таки его более дорогой двойник. Настоящий супермото от KTM с превосходным соотношением мощность к массе основан на гоночной кроссовой модели KTM 450 SXF. Его 449-кубовая одностволка выдает 63 л.с., при том, что сухая масса мотоцикла всего 102 кг, из которых 27 кг весит сам двигатель. Миниатюрный бак вмещает всего 7 литров. Высота по седлу 890 мм. Дорожный просвет 290 мм. Цена на официальном сайте 12400 евро. Ну и заканчивает выпуск Husqvarna FS 450, который построен на флагманской кроссовой модели Husqvarna FC 450. И как я сказал выше, это практически полный, но более дорогой двойник KTM 450 SMR. Сам мотоцикл получился немного тяжелее, чем оригинал. Сухая масса 106,7 кг. Цена на официальном сайте не указана, однако в других источниках она составляет 13,5 тысяч евро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok